Ребята, как-то похолодало сегодня в музее. У меня аж на хвостик дрожит. Отгадайте мою загадку. Кто поляну пилит белым и на стенах пишет мелом, шьет пуховые перины, разукрасим все витрины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, а знаете ли вы, что снег можно нарисовать не только одним белым цветом? Давайте рассмотрим картину Дмитрия Пальмакова. Знаешь ли ты, что чтобы упасть на землю, снежинка должна лететь целый час? Глядя на заснеженную природу, мы не подозреваем, сколько нужно было бы времени, чтобы из крохотных снежинок Я величество зима соткала пушистое покрывало и создала красивый зимний пейзаж. Покрытые снегом высоченные ели величественно стоят на склонах. Сквозь их ветки художник нарисовал, как пробиваются последние лучи солнца уходящего дня. Небо уже начинает затягивать редкие серые ночные тучи, но сквозь них все еще можно увидеть солнышко. Под толстым слоем снега угадываются очертания кустов, камней и упавших деревьев. Посмотри на картину. Художник здесь использует не только белый цвет. Он смешивает его с желтоватыми оттенками, синими, охристыми, разными оттенками красок. Если приглядеться к картине, то ты увидишь, что здесь есть почти вся палитра, которая есть у тебя, например, в акварельных красках. То есть мы с тобой можем увидеть, что картина у нас не просто белым цветом выкрашена снегом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok